МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Башарасов пообещал восстановить армянскую церковь в Дейр-эс-Золи. После визита Болтона в отношениях между США и Турцией возникла напряженность. Дерсим покрыт снегом. Состоялся товарищеский матч сборной Западной Армении с французским кулоном. Понедельник 7 января 2019 года – последнее заседание правительства Западной Армении. Как мы знаем, новое правительство должно представить свою программу 19 января 2019 года на первую сессию второго созыва вновь избранного национального собрания Республики Западной Армении, которое состоится 18 по 20 января. Господин премьер-министр представил нам проделанную работу и соответствующие разъяснения про предстоящие выборы. И господин премьер-министр также представил, почему ближайшие пять лет имеют решающее значение для реализации судьбоносных национальных прав Западной Армении. Сегодня мы представим вам часть интервью, а полное интервью будет размещено на нашем сайте в ближайшее время. В центральном сборном пункте Армии обороны Арцаха состоялась торжественная церемония, посвященная началу зимнего призыва. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Арцаха. Поздравить призывников пришли командующий Армии обороны Арцаха Карен Абрамян, высокопоставленные военные чины, представители общественности и прочие. Министр обороны в своем слове уверил, что военное командование сделает все для возможной быстрой адаптации новобранцев и успешного прохождения ими службы. В конце присутствующие пообщались с новобранцами, и Карен Абрамян лично вручил им молитвенники, после чего состоялась жеребьевка для определения мест прохождения службы. В турецком парламенте курдский депутат Фархад Анджо коснулся тех территорий, которые все еще оккупированы Турцией. Во время выступления он отметил, что на этих землях жили армяне, греки и курды. Это то, что вы называете своей землей. Это не ваша земля и не земля партии Эрдогана. Земля больше, чем вы. Она принадлежит реальным владельцам. История является истинным свидетелем всего этого. Ваша Турция – это родина, украденная у армян, греков и курдов. История – мой свидетель. Что вы можете сказать? Убейте меня, но я все равно скажу правду. Я один из тех людей, которые живут на этой земле тысячи лет. Вы пришли и оккупировали ее, отметил курдский депутат. Следует отметить, что во время выступления депутата турецкие парламентарии угрожали убить Фархада Анжо. Президент Сирии Башар Асад на состоявшейся в декабре 2018 года встрече с армянскими бизнесменами и представителями сирийско-армянской общины подтвердил намерение углубить отношения с Арменией и способствовать осуществлению программ, направленных на решение проблем сирийских армян. Не случайно, что президент Сирии на встрече с нами пообещал восстановить на свои средства церковь Сурпна Атакац, святых мучеников в сирийском ДРС Зоре, рассказал в интервью Армен Пресс глава сирийско-армянской общины Джордж Барсагян, возглавивший делегацию из Армении на встрече с лидером Сирии. По его словам, власти Сирии благодарны Армении за поддержку и придают приоритет развитию отношений с республикой в экономической, политической и гуманитарной сферах. Церковь Сурпна Атакац, построенная в память о жертвах геноцида против армян в Оспанской империи, была взорвана боевиками ИГИЛ в 2014 году. После визита в Анкару советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в отношениях между США и Турцией возросло напряжение. Повесткой дня визита советника президента США по вопросам нацбезопасности был вывод американских войск из Сирии. Болтон заявил, что безопасность курдов будет предварительным условием вывода американских войск из Сирии. Союзниками США в Сирии являются курдские боевики, которые все еще сражаются против ИГИЛ, но Турция считает, что они террористы и намерена их уничтожить. В то же время союзники США считают выводы американских войск ударом в спину и опасаются атаки Турции. Сильный снегопад в Дерсиме за неделю создал дополнительные трудности. Более 200 общественных и сельских дорог закрыты. В округе регулярно прерывается электроэнергия, а в некоторых деревнях несколько дней нет света. Школы были закрыты из-за сильного снегопада в других частях Западной Армении, в основном в Орду, Ване, Бетлисе, Карте, Бенгёле, Мардиниш, Герде, Мараше, Арарате и Йосгате. Вчера национальная сборная Западной Армении по футболу провела последний товарищеский матч с французским Тулоном в рамках сбора в Марселе. Игра завершилась со счетом 2-0 в пользу французской команды. Ранее перед матчем футболисты сборной Западной Армении по футболу во главе с Рутюном Вартаняном посетили собор святых переводчиков в Марселе. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Саят Нового в исполнении Авраама Руби. Саят Нового Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Продолжение следует...